Почетный статус, социальные гарантии и выплаты в несколько тысяч долларов. Все это обещают из Кремля новомобилизованным россиянам. Что это, очередные байки из склепа? Точнее, бункера. Или кто-то все же получит обещанные золотые горы? Давайте разбираться. Итак, объявив на Россию мобилизацию, Путин на словах приравнял бывших инженеров, поваров и учителей к профессиональным военным. Особо подчеркну, что граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Казалось бы, все просто и понятно. Как бы не так. Начнем с того, что жизнь солдата в разных федеральных округах России оценили по-разному. Например, на Сахалине зачмобиков обещают 3,5 тысячи долларов единовременной выплаты. На сайте Сахалинского горсовета даже показательно отчитались о якобы перечисленных суммах. Материальная помощь перечисляется на банковский счет после получения сведений о зачислении в списке личного состава части. На сегодняшний день такие выплаты уже получили 400 семей. В Белгородской народной республике за новоявленных в солдаты власти обещают раскошелиться не более чем на полторы тысячи долларов. А вот в Ставропольском крае продешевили. Обещанная выплата едва дотягивает до 700 условных единиц. По каким причинам жизни сахалинских мобилизованных оцениваются в два раза больше жизни их собратьев из Белгорода, разбираться не с руки. Тем более, что в Омске солдат вообще оставили и без обещаний, и без денег. Мы оставили свои семьи дома, у кого-то дети, жены в декрете. У нас такой вопрос. Первое, это будут ли выплаты мобилизованным единовременно в качестве материальной поддержки? С наибольшей вероятностью не будут. В Кремле чмобиков с окраин просторной России за людей-то никогда не держали. В отдаленных от центра федеральных округах местных сгоняют как скотину на убой. Хотя почему как? Тем временем, мэр Москвы Собянин обещает приостановить мобилизацию в столице. Это уже не просто социальная несправедливость, а настоящий этноцид, считают эксперты. И ситуация будет только усугубляться. Призывают как раз в основном из депрессивных регионов, потому что для них заработать 3-4 тысячи долларов в месяц – это огромные деньги. Это доход за несколько лет. Соответственно, все-таки люди в крупных городах, особенно в Москве, это по сути такие уже европейские города и публика соответствующая. Люди, которые живут в какой-нибудь глухой деревне Белгородской или еще какой-нибудь области, у них просто нет никаких жизненных перспектив. И для них, например, получить несколько тысяч долларов – это то, о чем они там, может быть, мечтали много лет. Поэтому, конечно, в первую очередь будут пытаться мобилизовать тех, кто не сильно сопротивляется и кто готов за какие-то деньги продаться. Вот только обещать не значит жениться. Платить озвученные суммы в Кремле вовсе не собираются. О чем говорить, если, погнав вчерашних кормильцев на фронт, в Минобороны РФ даже не позаботились об их экипировке и про Вианте. Чтобы одеть и обуть свежемобилизованных, раскошелилось не ведомство с раздутым бюджетом, которое, очевидно, пошел на генеральские замки, а семьи российских солдат. Закупка спальных мешков, берцев и даже медикаментов осуществляется в своем большинстве из дырявых карманов самих мобилизованных. Пересчитывая обещанные доллары в мечтах, их жены и матери рассчитываются за снарягу последними рублями. Проплешины в обеспечении Росармии настолько велики, что некоторые россияне даже попытались организовать волонтерское движение. Впрочем, какая страна, такие волонтеры. Сути ребятушки. В общем, у меня такие новости. Я состою в группе, где мы помогаем ребятам, которые ушли на фронт нашим военным, собрать на тепловизоры. Они просто мерзнут, а тепловизоры очень дорого стоят, от 50 до 100 тысяч рублей. Если у вас есть возможность помочь с денежкой, пожалуйста, я прикреплю свой номер карты. Любые деньги, там 10, 50, 100 рублей могут помочь согреться нашим военным. Очевидно, маскировочные костюмы для российских снайперов эта горе-волонтерка будет закупать в отделе новогодних приколов. Если она вообще собирается тратить на военных деньги, которые переводят сердобольные россияне. Ведь абсолютное незнание того, что же такое тепловизор и почему согреться им крайне сложно, прозрачно намекает, что реальной закупкой этого загадочного предмета заниматься никто не будет. А сбор якобы на тепловизор, скорее всего, банальная схема по выуживанию последних денег из карманов россиян. Впрочем, совсем без компенсации российская власть своих граждан не оставит. Например, на том же Сахалине за отправленного на мясо солдата его семье дадут немного рыбы. В Бурятии отсутствие кормильца компенсируют дровами. А в Тыве за барана, которого угнали в военкомат, дадут другого с копытцами. А к нему немного картофеля и муки. Как раз напоминальное меню хватит. Эксперты говорят, эти жалкие подачки связаны в первую очередь с тем, что на полноценную мобилизацию в Кремле не рассчитывали, поэтому и денег на нее не предусмотрели. Путин держал в голове такую опцию и долгое время на нее просто не решался. Потому что даже армейские генералы говорили, что это очень опасно, потому что это изменит настроение внутри страны и ничего особо сильно не добавит. Потому что на этой войне играет роль артиллерия, а не пушечное мясо. Но тем не менее Путин решил закидать, так сказать, фронт руками. Надеется на то, что мобилизация позволит организовать какие-то наступления и удержать территории оккупированные. Но в какой-то момент, я думаю, он поймет, что эта затея никакому результату не привела. А как иначе? Ведь необученная, плохо одетая, абсолютно потерянная и немотивированная пополнение армии оккупанта, если на что и сгодится, так только на удобрение украинского чернозема. Самые сообразительные из чмобиков сами это прекрасно понимают. Потому пачками сдаются в плен. Украинцам пришлось организовать даже не одну, а целых две горячие линии, позвонив на которые, можно попроситься в плен. И то обе линии реально горячие от бесперерывных звонков бравых русских солдат. Может поэтому Минобороны РФ отбирает у мобиков мобилки. Это Украина? Да, это Украина. Если можно, кто пришла, если хотите сдаться, можете позвонить. Да, если хотите сдаться. Это куда надо еще подъехать? Ну если вы воюете, вы же где-то находитесь в каком-то регионе. Ну да. Ну вы подъедете как или что, вы все заберете? Подъедем. Я просто говорю, нужно понимать, вы в каком регионе находитесь, действительно ли вы хотите сдаваться. Для этого мне нужны ваши данные, вы сбрасываете, я вас контактирую и вы будете сдаваться, если есть желание. Я их срезать не буду, я говорю. Но это ж вам только рассказывают, что там кто-то режет. Вы можете посмотреть, есть ютуб Владимир Жолкин, есть блогер. И там он общается с пленными, пленные возвращаются регулярно, мы отдаем на обмен. Поэтому никто никого резать не будет, не переживайте. Впрочем, те, кто не дозвонился, совершают жесты доброй воли прямо на поле боя. Давай, давай, гусь. Причем часто прямо с техникой. Ладно, стена, на меня ее. Ложите на землю. Ложите на землю. На землю. На землю. Врони что-то есть еще? Нет. Нет. Не хотеть умирать и не хотеть убивать – совсем разная мотивация. И по-хорошему, такие пленные заслуживают как минимум добротной порки. И наказание будет. Только от мироздания и международного законодательства. Ведь Украина, в отличие от России, соблюдает Женевскую конвенцию. А также правила и обычаи ведения войны. Поэтому российские военнопленные в Украине отлично питаются, получают медицинскую помощь. А если Россия изволит их обменять, они вернутся домой. Причем не в мусорных пакетах и даже не по частям. Несмотря на постоянную ложь из Кремля, многие россияне все-таки надеются на выплаты от государства. Вот только распорядиться этими финансами им вряд ли удастся. И речь сейчас не о высокой смертности на фронте среди российских солдат, когда число погибших, к слову, близится к 70 тысячам особей. Дело в том, что у тех, кому выплаты таки начислили, государство теперь хочет их забрать. Уведомление о том, что граждане обязаны в течение 10 дней вернуть начисленные за военную службу выплаты, уже приходят во многие российские семьи. В случае отказа – суд, а там и на нары не ровен час. На России ведь закон не писан. А уже с зоны добро пожаловать на поле боя и без каких-либо выплат. Эта новая государственная схема не оставляет россиянам никакого шанса. Ведь в случае протестования жертва мобилизации потратится еще и на юриста. Но все равно вряд ли что-то докажет авторитарной машине. Верить Кремлю себе дороже, говорят эксперты. Тем более, что в коррумпированной до основания военной структуре России немало желающих урвать львиную долю от обещанного российскому новобранцу пирога. Для этого можно даже не вдаваться в сложные схемы, а прибегнуть к излюбленной гэбистской методе. Их там нет. Сообщить семье мобилизованного, что их сын, муж или брат в Украине не воевал. А значит, и платить не за что. Такая есть шутка. Российскому народу столько обещано, ему все мало. Поэтому, конечно, все эти обещания не будут выполнены. И надо понимать, что там деньги тоже распределяются сверху вниз. И на каких-то этапах они могут застревать, на каких-то этапах они могут разворовываться. И понятно, что какому-нибудь там командиру, генералу, там, командиру будет выгодно просто объявить там какое-то количество людей пропавшими без вестями, да, для того, чтобы не выплачивать деньги или там присвоить себе эти деньги. Вот. Самые шустрые жители России уже покинули свою тоскливую, жадную до чужих жизней родину. С 21 сентября, дня, когда Путин объявил о так называемой частичной мобилизации, наиболее понятливые и обеспеченные россияне дали дёру. По самым приблизительным оценкам, Россию за этот период покинуло более миллиона бывших патриотов. Запоздалые умники, кто не успел вовремя добежать до казахской границы, пытаются всячески спрятаться от военкоматов. И никакими выплатами их не выманешь. Эти-то россияне уже не такие дураки. И на очередное кидалово питерского бандита не ведутся. До сих пор билеты стоят очень больших денег. И, кстати говоря, даже не всех выпускают уже сейчас. Многие, очень многие люди живут не по прописке. Многие люди перешли на дистанционную работу. То есть, конечно, люди предпринимают меры. Вот. Но есть те, которых поймали, которых отправили. Причём поймали в основном тех, кто громче всех болел за так называемую спецоперацию, а на деле убийство граждан другой страны и захват чужих суверенных территорий. Болеть перед телевизором на продавленном диване, безусловно, очень удобно. То ли дело в окопе. Вот только многие российские уропатриоты так увлеклись рисовать зетки на лбу, что не заметили военкома у порога. И теперь доказывать свой зет-патриотизм придётся не с фломастером, а в лучшем случае с ржавым автоматом Калашникова. И то, если повезёт, и его выдадут в одни руки. Попали под раздачу и те россияне, которые якобы вне политики. А вот только политика решила по-другому, и теперь эти якобы аполитичные граждане окажутся в эпицентре путинской мясорубки. Это очень сильно повлияло на общественное мнение, потому что это нарушило договор публичный, общественный договор между властью и гражданами. А он был очень простым. Вы не лезете в политику, мы не лезем в вашу частную жизнь. Ну, а тут вы лезли по полной программе. Поэтому, конечно, рейтинг Путина рухнул. И я думаю, что во власти это прекрасно понимает. То есть, причём он как раз потерял популярность, Путин, среди своих ещё бывших сторонников. Потому что одно дело, когда ты там смотришь телевизор и болеешь за какую-то там виртуальную нашу команду где-то. Другое дело, когда тебя отправляют на войну. Это абсолютно поменяло настроение. Это создало серьёзные внутриполитические риски. И Путин вынужден был сказать, что мобилизация отменяется. Я думаю, что он опять соврал, и она, наверное, продолжится. Но, по крайней мере, постарается Путин её провести уж не в самых крупных городах, где это вызывает самое большее возмущение. Когда российские солдаты бомбят мирные украинские города и их жители, они якобы освобождают и спасают. Вот только кого и от чего? Объяснить на восьмой месяц полномасштабной войны России против Украины не могут уже даже матёрые пропагандисты. Так же и в Кремле, когда обещают статус военные почести и богатые выплаты мобилизованным нагло врут. Денег от Путина обычному россиянину не видать, как своих ног или рук после подрыва на мине. Карлик из бункера ни во что не ставит свой собственный народ. Особенно ярко истинное отношение к простому люду Путин продемонстрировал в своём недавнем показательном визите на военный полигон. Это видео приветствия российского президента пришлось снимать дважды, потому что в первый раз какой-то наивный солдатик, увидев вождя, радостно кинулся к нему навстречу. Но вместо тёплых объятий или хотя бы формального рукопожатия получил семь пуль от личной охраны Путина. Труп быстро убрали. Ошарашенным свидетелям приказали молчать. Да, они и так всё поняли. Нужную картинку сняли со второго раза. Но правду утаить не удалось. Кадры, которые всё-таки показали миру, тоже весьма красноречивы. Посмотрите. Едва дотронувшись до военного, Путин спешит отряхнуться от того, как от Чумного. И даже не старается изобразить дружелюбную мину. За жизнь российских солдат диктаторы ломаного гроша не даст. Озвученные его прихвостнями тысячи долларов благополучно осядут в карманах жадных генералов. Ну а холопам, как повелось на России, останутся только кровь, копоть и грязь. Я написал добровольцам, я сам. У меня дед служил. Дед воевал, до Берлина дошёл. И я буду воевать.